Приветствую вас. Понятно, что в этой ситуации, которую вы описываете, вы являетесь ребенком этих людей, и понятно, что в общем-то в вашем доме, в вашей квартире, да, доме, царит очень здоровая атмосфера, которая, конечно же, очень сильно портит нервы. Вот, портит нервы вам, портит нервы, ну, короче, всем, всем портит нервы, это понятно. В этой ситуации, в этой ситуации вам важно думать о себе, потому что родители, они решают, судя по всему, какие-то свои определенные проблемы, пусть это и вот именно проблемы, и вы за эти проблемы, ну, никакой ответственности, на самом деле, не несете, кроме чисто такой человеческой, ну, родственности вам, например, чисто по-человечески, может быть, жалко свою маму. Вот, вам стоит, опять же, не пытаться заставить там отца или кого-либо что-то делать, а лучше подумать, что вы можете сделать сами, почему мама сама ничего не делает для того, чтобы лечиться. Вот. Вопрос в том, насколько каждый из вас несет ответственность за себя. У меня сложилось, по крайней мере, такое впечатление, что ни вы, ни ваш мам, ни ваш отец. Никто не несет ответственность за свою жизнь, никто не несет ответственность за то, что он делает, никто не, ну, как бы, никто абсолютно не отвечает за себя, короче-короче говоря. И в этом, в контексте, в общем-то, и все проблемы проистекают, а вот никто не хочет, нельзя ответственность за себя. И даже вы, вы задаете вопрос, что делать и как быть, в общем-то, довольно неопределенно. Это очень, а, неопределенный вопрос, потому что, что делать, как быть, чтобы что? Переубедить папу? Вряд ли получится, у него нет мотивации. Переубедить маму? Хорошо, в чем, в чем ее можно было бы переубедить, по вашему мнению, если переубеждать маму? Что можете сделать в этой ситуации вы? Вот о чем вам нужно думать, понимаете? Конечно, заинстать вас от вашего здоровья, от вашей возможности и желания работать. Но, мне видится ситуация именно такой, что, если вы можете что-то сделать для своей мамы, сделать это. Если вы не можете ничего сделать для своей мамы, то, соответственно, переживать и портить себе нервы вряд ли. Даст вам что-либо хорошее. Что-либо хорошее. Вот. Я, конечно, отдаю себе отсчет в том, что излагаемые мной мысли являются по большому счету такими умозрительными. Но у меня, от меня складывается такое впечатление, что вы в этой ситуации очень жертва. Что вы в этой ситуации очень жертвенно себя ведете, очень жертвенно себя чувствуете. Вот. В таком у меня сложилось впечатление. Конечно, конечно, могу ошибаться, но мне видится это именно так. И очень важно все-таки жертвой, если вы являетесь с ней, перестать и спокойно делать все, что именно и только в ваших силах. Если что-либо действительно в ваших силах. Если вы чего-то делать не можете, то речь идет уже в таком случае о счете вины, а это то, что идет из вашего детства и является свидетельством вытесненных желаний, вытесненных потребностей ваших. Которые вы когда-то себе запретили. Так что с этим нужно отдельно работать. Да, так в ощущении отказывается, что вы пытаетесь, вы бросите нас, как-то вот, спасти ваших родителей, к примеру. Вот такое возникло ощущение. Я, конечно, могу ошибаться, но выглядит это так. И мы этого сделать, конечно же, не можем. Не можем, потому что, ну, это взрослые люди, которые знают, куда они идут, знают, что они хотят, знают, что они делают. Которые, каждый из которых вы хотите за свою жизнь и каждый из них заботится о себе и о другом сам, так как он может, так как он хочет. Вот. Вряд ли, спасая этих людей и пытаясь им помочь, вы делаете какую-то погоду и чему-то их научите. По сути, вы подкрепляете деструктивное поведение своих родителей, когда пытаетесь что-то для них делать. К сожалению, это так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. Кажется лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...